Итак, приветствую вас мои друзья и гости канала и многие из вас сейчас обращаются, им нужен вариант, вторичка с ремонтом и так далее. Давайте рассмотрим с вами квартиру 30 квадратных метров, точнее 32 квадратных метра. Находится у нас в жилом комплексе Новоквартал и соответственно это у нас Соболевка. В этом же доме есть еще две квартиры, которые без ремонта стоят 79 тысяч рублей за квадратный метр. У этой квартиры есть небольшая предамовая территория, именно личная, ну и конечно здесь есть отдельный вход. Давайте посмотрим с вами такую квартиру. Эта квартира у нас представляет собой вот такая студия, да, вот она. Еще раз повторюсь, конечно если бы я брал, если бы я распланировал ее немножко по-другому, но опять же все мы разные. Здесь такая вот есть ниша, здесь диван она стоит и здесь у нас вот такая вот большая ванная комната, не похожая, так скажем, на все остальные. Ванная комната довольно-таки большая и есть и ванна, и биде, ну и конечно же стиральная машинка. Продается эта квартира с мебелью, с техникой, здесь присутствуют у нас два окна. Конечно при желании можно было распланировать ее немножко по-другому, можно было сделать типовую однокомнатную квартиру, но клиенты захотели именно побольше свободы, захотели именно вот такую студию сделать. Двойная дверь. Ремонт в целом сделан довольно-таки неплохо, мне лично нравится, все очень хорошо сделано, натяжной потолок, да, в доме подключен газ, это уже допад из-за газ, опять же 150 тысяч включена, поэтому в целом цена довольно-таки интересная. Цена этой квартиры 3 миллиона 100, 3 миллиона 100. Вся техника, мебель, все остается, сын у нас переезжает, у собственницы этой квартиры уезжает у нас учиться в Москву, поэтому приспичило вот так вот продать. Сразу говорю, это тоже квартира одного из моих подписчиков, здесь мне нравится такая вот люстра есть, ну и в целом здесь довольно-таки уютно. Ну и теперь давайте все-таки рассмотрим, дорого это или мало. Ну вот я примерно посчитал, да, если взять квартиру по 79 тысяч рублей за квадратный метр, если взять, сделать хотя бы вот такой-то ремонт, это потратить 15 тысяч рублей за квадратный метр, то уже цена квартиры получится по, примерно получится по 86 тысяч рублей, и то это самым минимумом. Опять же нужно взять сантехнику, сантехнику, вы видели здесь очень много чего сделано, да, и я думаю, что еще нужно будет потратить, ну потратить довольно-таки внушительную сумму. Конечно, может быть здесь квартиру брали гораздо дешевле, я даже в этом уверен, но давайте ориентироваться по факту. По факту квартира здесь стоит 79 тысяч рублей за квадратный метр. Квартира продается чуть меньше получается, чем 100 тысяч рублей за квадратный метр, наверное, даже по 95, потому что доплата за газ здесь была 120 тысяч рублей, а может 150, я уже забыл немножко, наверное, 120 в то время было. Поэтому холодильник хороший, да, больше, соответственно, котел стоит, бакси тоже довольно-таки неплохой. Теперь у нас здесь ламинат, я вижу, тоже хороший, кухня тоже хорошая, хорошая, я бы не сказал, что она плохая, хорошая, нормальная кухня, да, соответственно, вытяжка, встроенная у нас плита, все это стоит денег, поверьте мне, это все стоит денег. Это у нас вариант ремонта не эконом, я думаю, даже этот ремонт у нас комфорт. Поэтому, если вдруг кому-то хочется просто взять квартиру со всеми документами в жилом доме, конечно, вы можете обратиться, я с большим довольствием помогу продать. Эта квартира срочная продажа, цена у нее 300. Я думаю, что за эту квартиру можно было смело ставить 3 миллиона 400 тысяч, и эта цена была бы конкурентная. Конечно, цена квартиры возросла бы, если бы здесь ее распланировали в типовую однокомнатную квартиру. Но еще раз повторюсь, все фломастеры разные, когда вы берете квартиру на вторичном рынке, имейте в виду, что вас обязательно что-то не устроит, планировка, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Ну, это нормально, я сколько катаюсь по вторичкам, именно такие возражения есть. Но бывает, выстреливает именно такой случай, например, взяли такую квартиру за 3 миллиона и решили ее сдать. Ну, сдать здесь получится и за 20 тысяч, потому что, как ни крути, все-таки это у нас квартира больше похожа на студию. 20 тысяч – это красная цена. За 20 тысяч здесь желающие в эту квартиру найдутся, 100%. За 20 тысяч я смогу ее сдать вам хоть сегодня. Поэтому, если кто-то хочет взять квартиру и сразу сдавать, вы не стесняйтесь, звоните, пишите. С большим удовольствием помогу вам провести сделку. Все документы в норме. Статус – жилое помещение. Сразу мы с вами идем в Росреестр. Итак, 3 миллиона 100. Я считаю, для тех, кто хочет именно готовое, это довольно-таки неплохой вариант. И сам по себе дом хороший, такой клубного типа. На каждом этаже здесь 5 квартир всего лишь. И это по-настоящему клубный домик. Если, например, мы посмотрим с вами соседей. Соседи еще даже без крыш, без ничего. Но цена уже 75 тысяч, близок в квадратный метр в этом же районе. Здесь же у нас на расстоянии 100 метров у нас находится жилой комплекс Green Palace. Там уже такая квартира аналогичная. Есть квартира с ремонтом. Она стоит 170 тысяч рублей за квадратный метр. Но достоинство этого дома – это маленькие коммунальные платежи. Например, если вы захотели сдать квартиру в Green Palace, то имейте в виду, что, наверное, не каждый согласится платить 20 тысяч рублей за квартиру и еще за коммунальные платежи тысяч пять. А здесь коммунальные платежи будут не больше, чем полторы тысячи рублей. И тот, кто снимает долгосрочную квартиру, он на это будет уделять хорошее внимание. Поэтому еще раз давайте покажу вам всю квартирку. Довольно-таки неплохая. И я исполняю ваши желания. Это вторичка с ремонтом. Пока!